Вот хрень, непонятный зверек, вообще непонятный. Попробуем выяснить, что это. Здравия, соратники. И сегодня, через год после того, как я побывал на Махавихаре, примерно через годик, мы продолжим рассмотрение этого странного зверька. Называется Самопура Махавихар. Я думаю, что это радар. Радар, потому что вот это, судя по, как нам говорит официальная история, для того, чтобы помолиться, построили индуистские какие-то монахи и потом резко убежали в Непал. Но я думаю, что это все-таки радар. И сейчас объясню, почему. Примерно так все было, потому что там фрактальная решетка, вибрация направлялись в центр и перенаправлялись с этого центра наверх. Детали поясню позже, когда мы рассмотрим. Вот так это все выглядит сверху. Странно. Сложновато для помолиться. Но эта конструкция, естественно, сейчас все оборудование убрано, но она вполне могла быть радаром. Естественно, после ядерного удара мало что осталось. А после того, как мародеры пришли под названием англичане, колониалисты, как называемые, естественно, все они разнесли, убрали все, что можно. Но все-таки по остаткам самой конструкции можно сделать некоторый вывод о том, что она, для чего и почему. Собственно, конструкция говорит все сама за себя. Четко ориентирована по сторонам света. Четко мы видим различные конструкции вибрационные. И я объясню, почему, что и как. Вообще, сама конструкция, как сейчас покажу, напоминает мне все типичные рамочные антенны, которые мы видим везде в так называемых монастырях по всему миру. Вот излучатели, совершенно как в Индии. Вообще, уникальное там изображение есть. Вот это сравнение. Слева Анкарбат, справа Самопура. Мне кажется, есть похожие. Тоже фрактальные антенны. Тоже есть несколько уровней. Вот так это все выглядит сверху. Уникальное создание. Но таких рамочных антенн по всему миру полно. Примерно так это выглядело раньше, слева. Как мы видим. Потому что много его не хватает. Очень много убрано. Но в то же время есть много интересных вещей, которые мы сейчас и обсудим. Строго ориентированно по сторонам света. Вот такие вещи мы видим и везде по миру. И в Риме, и в царском Кургане, и в пирамиде. Вот такие конструкции, которые напоминают то, что мы видим на Макавихаре. Мы видим в конструкции на материнских платах разных устройств. Давайте посмотрим о их вблизи. Вот так это вот эти вот так называемые камеры, так называемые кельи, которых якобы молились монахи. Но почему-то у них в центре стоит непонятная штука. Вот. Написано, что это ячейки монастыря. Полная чушь вообще. Не понимаю, как кто-то еще в это верит. Вот эти все конструкции, это какие-то технические устройства, излучатели на большой материнской плате. Макро-схема. Мы сейчас делаем микросхемы в той мере, в которой нам враг позволяет. Но энергии и в макросхемах еще работают. И я не понимаю, как такое количество взяли кирпича, откуда, зачем и так далее. Но надо разобраться, потому что вот такие конструкции есть и в Пите. Огромная площадь. И здесь какие-то странные энергии. Офигенная энергия. Да, действительно, были ощущения такой плотной, какой-то вязкой силы, но не неприятной, а такой, я бы сказал, комфортной, как в вате стоишь. Именно вот на этих отдельных частичках и внутри резонаторов на самой конструкции Махавихары. Чуть позже скажу подробнее про свои ощущения. Ну, как могу. Жара, я замучился. Но вещи интересные. Поэтому давайте посмотрим поближе. Интересные кирпичные фрески. Я не знаю, как это назвать, но, скорее всего, фрески. И вот эти вот волноводы. Потому что иначе, чем волноводами, это не назвать. Они почти в каждом углу, кроме одного. Вот это вот идет вглубь. Далеко. Зачем? Понять не имею. Либо какое-то оборудование вытащили, либо все-таки волновод. Вот этот волновод из другого материала. Это круглый волновод. Потому что по нему шла энергия. И они идут сквозь всю конструкцию до центра. Местные не знают, что это такое. Явно не для помолиться. Очень интересны вот эти вот таблички. Фрески, изразцы, как угодно можно называть. Огромное количество кирпича. Это все высотой 30 с чем-то метров. Вот это другой материал, но это не бетон. Это камень. Абсолютно ровное отверстие, круглое. То есть оно не просверлено. Там нет следов сверления. Я вот пошкрябал пальчиками. Абсолютно ровное. Я не знаю, чем это сделали. Но это на огромную длину внутрь. И вот огромное количество кирпича. Но самое интересное вот эти таблички. Такое впечатление, что это какой-то даже не зоопарк. И даже не кунсткамера. Я не знаю, что это такое. Потому что их огромное количество. Их много убрали. Их много в музее рядом находятся. Но та фантазия. Это я не знаю, что нужно принять. Чтобы вот все эти вот странные диковинные зверьки наизображать. Да потом это все как-то еще зафиксировать, вылить, обжечь в кирпиче. Но самое странное, что это сверху выглядит как кирпич. Изнутри это странное пенище. Ну, как пемза. Странный материал. И вот давайте мы сначала обойдем вокруг Маховихара. А потом мы поднимемся на Маховихару, на сам излучатель. И уже потом мы поднимемся по ограде. Но вот ощущение этой энергии из таких вот отдельно стоящих структур, которая просто бьет ключом, меня не покидало. Я не знаю, как это объяснить. Любопытные таблички. Тоже устал рассматривать. Моей фантазии не хватило бы, чтобы такое все изобразить. Только некоторые. Некоторые сбиты. Да, вот меня не оставляет какое-то чувство, что кто-то на самых интересных табличках позбивал все лица. Потому что многие отсутствуют. И на многих частично сбиты именно лица. То есть там, видимо, какие-то были сущности. Потому что большинство людей с лицами. А некоторые, вот такое ощущение, что кто-то ходил и сбивал именно лица, чтобы мы не узнали. Ну, вообще я показал, что мог из табличек в первой части. Точнее, в третьей. Первую сделал Макаров. А потом еще была часть у Романа «Глобальный вопрос». И уже затем немножко сделал предисловие я. Но вот затянул с публикацией, потому что просто было очень много другого материала. И только сейчас дошли руки выложить это все. Поэтому я сделаю ссылку. И посмотрите в описании, если нужно. Там отдельно есть видео. небольшое по именно фрескам. И там очень много фотографий. И там же выложу ссылки уже выложил. И еще выложу сейчас все то, что я наснимал, будет на диске. Здесь уже нету табличек. Интересно. Все, закончились. На половине прям. Вот буквально тут уже еще есть. А тут резко заканчиваются. Причем тут нету раствора. А вот тут вот есть. Здесь вот доложили. Кто и зачем. Вот такие пироги с котятами. Ну, явно видно, что там кто-то что-то снимал и убирал фрески. В музей или просто, чтобы мы не увидели. И кто-то молотком сбил половину лиц. Вот тут вот четко видно. Это съемки с ремонта где-то 15-й год. То есть буквально недавно это все было заброшено абсолютно. И только вот недавно начали это все облагораживать и водить туристов и так далее. Четко вот в видео до облагораживания. Вот видно, что они сбивают оплавленный слой. Верхний слой, который именно оплавленный был, который мог выдать это все. Они сбили. Четко была вся верхушка просто черная, оплавленная. Но местами и на стенах видны оплавления. Ну, я уже обошел все снаружи. Мы видим, кстати, вот здесь, что в каком состоянии это было до так называемого облагораживания. Сейчас эти площадки сделали ровными. Но мы точно уже можем сделать вывод, что раньше все было иначе. Вот я в ускоренном варианте показываю, как я обхожу эту махавихару. Волноводы в каждом углу. Как будто обрезаны. Сломаны. Да, и явно неестественно. Просто неестественно. Они как бы обломаны. Чем это сделано? Людьми, техникой, либо взрывом? Уже, наверное, сложно узнать. Но то, что волноводы, лишь один сохранился с лицом какого-то барана, я это уже показал немножко раньше и покажу еще. А все остальные как срезаны. Вот этот четко обломили. И он прямоугольный. Все остальные круглые. Что это может быть? Пишите в комментарии. Все ваши догадки. Это именно волноводы из другого материала сделаны, хотя есть из кирпича. Это не ливневая канализация. Я проверил, спросил местных. Интересные двухголовые существа в каких-то скафандрах. Непонятные животные. Вот в кокошнике, явно в кокошнике белая женщина, русская, типа того. Вот это уже непонятно что, с непонятной талией. То есть, это даже не кунсткамера, какая-то жар птица. Так вот, волноводы, это именно волноводы. И они сделаны из непонятного вещества. Такого камня нет. Такой длинной, типа вот сваи, конструкцию тоже сделать, мягко говоря, сложно. Даже в современных условиях. Чем и как это сделали, большой вопрос. Я что мог, вот пофоткал. Я выложу все фотки, как смогу. Странные зверьки. Уже люди писали в комментариях разные свои версии, что это был телепорт, только не в масштабах Земли, а именно для каких-то более длинной дистанции, с другими мирами практически. Вполне может быть. У меня уже, боюсь ограничивать свою фантазию, потому что есть конкретные подтверждения тех технологий, которых нам не видать в ближайшее время, нас враг не пустит просто. У нас есть только сжигающая, уничтожающая энергетика, и все. А тут видно, вот камешки расплавленные со скобами, со следами скоб. Видно, что что-то там было. То есть, это не расплавление. Если бы расплавилось, то вот эти металлические скобы, они бы тоже расплавились. Такое мы видим и в Питере, и в Перу, и везде. То есть, камни скрепляются металлическими конструкциями, скобами. Соответственно, не расплавляли камни. Никакая не петриургия, как некоторые лапшу на уши вешают. Это размягчение камня иным способом, подозревая, что звуком. Потому что звуком можно творить чудеса. Мы зашли в первую камеру, и мы видим вот такие вот камешки. Для чего они стоят? Надо спросить у Вишкартина. Он специалист по вибрациям. Но камешки из черного базальта, из другого материала, со следами чего-то, что на них стояло. И в то же время мы видим волноводы, резонадоры, идущие как бы в то, что стояло на камешках, как я подозреваю. То есть, вы же мои подозрения. Часть как срезана. Кирпич уложен разной кладкой. То есть, видимо, что-то там было. Вот здесь тоже мы видим пазы для чего-то. Черный базальт, которого в округе просто нет. И из этого же материала сделаны в музее Ишурди, как я уже показывал. Ссылочку дам. Разные Будды и так далее. Разные изображения. Вот тут именно в углу, как и волноводы в углах, вовне, какие-то непонятные отверстия. Они идут очень далеко. Следы оплавления. Это не грибок, потому что грибок, он там, где сыр, и он бы внизу был. И грибок на полсантиметра вглубь тоже не распространяется. Вот это зачем? Это же самому интересно. Они глубоко идут. Вот это там была реальная проблема. Вот реальные, местные. Пока я снимал Махавихару, местные снимали меня. Посмотрим еще раз, как это все выглядит. Мы заглянули в одну камеру, но их четыре с разных сторон. И вот эти все ниши по периметру расположены. Они ориентированы на центр. Такое впечатление, что они каким-то образом, вот эти вибрации энергии, которые из этих ниш идут по периметру, шли на центр. И там еще было несколько уровней. Раз, два, три. Вот я уже четыре насчитал до самого верха, до площадки наверху, на которой тоже что-то было. Может быть купол, может быть катушка. Не хочу даже гадать, потому что это глупо. Для меня одно очевидно. Это техническое сооружение. И вот этот периметр на огромной площади, около 500 метров, можно посмотреть еще по гуглу самим, с ячейками 10 метров. Одни излучатели, вот эти вот широкие, ячейки по периметру 3 метра. И тут тоже различные частоты. То есть, шло преобразование одних, наложение одних частот в другие. Это раз. Второе, это на нескольких волнах было сканирование, потому что длина волны определяется формой, то есть длиной вибратора, то бишь излучателя. Как в любой антенне есть вибраторы. И тут все это многоуровневое. Это уникальная штука. И понять моих знаний, эту штуку не хватает. Но очень хочется. Поэтому остается фантазировать. Красота. И невероятное количество кирпича. Представьте, это полностью заполнено внутри. Количество кирпича, необходимого для этого, и глины для обжига, и количество тепла, необходимого для обжига, не поддается никакому разумному оценке и так далее. Потому что никакого разумного объяснения нет. Для чего эта штука здесь стоит? Потому что помолиться, ну это бред. Все имеет разумное объяснение. Как, например, строительство Исааки. Тоже не для помолиться, потому что три купола для помолиться многовато. Причем средний из золота. С ртутью. Ну, явно не для помолиться, потому что его никто не видит. И не для красоты. Здесь тоже непонятное техническое сооружение, смысла которого у меня мозгов понять не хватает. Поэтому давайте просто посмотрим. Не важно, что я там говорю. Смотрите сами, делайте выводы сами. И пытайтесь понять. Потому что вот эти камни явно, мне кажется, были вылиты. Вырезать такое, ну никаких станков не хватит. Это очень и очень твердый камень. Он очень твердый и очень хрупкий. Даже просто, если обрезать, мне кажется, он треснет. Вот как мы видим треснутый сейчас. Вот какая сила могла заставить этот камень треснуть. И второй, видимо, улетел так далеко, что вот там еще треснуты сколы. Это две половинки одного, их вот вместе и положили. И таких следов, сколов на других камнях тоже прилично. Что могло сколоть? Расколоть как колонны? Я думаю, ответ всем известен. Я просто иногда люблю задавать риторические вопросы. Вот я дошел до второй резонаторной камеры. Мы видим тут другие камешки. Их по четыре, но они большие. И один как бы ворота открывает, закрывает с какими-то пазами. Он лежит внизу. Для чего нужны эти камешки? Какие вибрации они создавали или передавали? Вопрос. Тут явно две резонторные камеры. Одна внутри другой. Одна глубже другой. Немножко напоминает то, что мы видим в египетских пирамидах. Но эта пирамида другая. И здесь другие камешки стоят. Один на другом. Их таких много. Это явно не стульчики, чтобы монахам помолиться. Хотя кто его знает. Камешков много. Некоторые расколоты. Многие убраны со своих мест. Но, повторяю, их по четыре тут. Подозреваю, что эти лежащие, они когда-то стояли. Потому что высота камеры большая. И внешние стены, вот, они были больше. И во внешних стенах тоже они что-то было и какую-то функцию несли. Вот здесь тоже волноводы, но, видимо, на камень не хватило ресурсов либо не было необходимости. Просто оставили такие волноводы, идущие вглубь. Вот резонаторы. Ступенчатые. Почему ступенчатые? Объясню чуть позже. Невероятное количество кирпича. На все это нужно. Невероятное. Интересные монахи. Которым для помолиться нужна вся эта сложная конструкция. из многих слоев. Многоуровневые. Один на другом уровне стоят. И вот тот круглый штука. Площадка, на которой я стоял. Как в вате. Интересно. Еще покажу. Тоже четыре камешка. Тоже какой-то краеугольный камень лежит на входе в другой резонатор. Светлая вот эта вот субстанция это бетон, а черные это камешки. Тоже резонаторы. Попробуем поизучать поближе. Везде обожженный кирпич. Странно. Вот это для чего? Ну, сложновато для помолиться. Очень сложновато. Это не потому, что кирпича не хватало. Вообще, такие ступенчатые конструкции напоминают рупорные антенны. Ступенчатые рупорные антенны. Они бывают разного типа. И круглые, и не круглые. Повторюсь, царский курган. В Риме такое. В царском кургане. Где-то в Перу. И так далее. Вот так выглядела Махавихара. И это явно техническое сооружение. Вот с такими ступенчатыми волноводами и рупорными антеннами. Это линии задержки Балуны и разные излучатели. Что они излучали, понятия не имею. Но вот это мы все. Похожие конструкции мы наблюдаем в микросхемах. Современных микросхемах. Вот я несколько схем вам показывал. Похожие мы видим в магнетронах различные. Похожие мы видим по всему миру. В различных технических сооружениях. Повторюсь, это все технические сооружения. Кто-то еще не верит. Но слишком много совпадений. Даже с тем, что мы есть сейчас. И по длину волны. Все совпадает. Может быть паранойя. Но вот это все объяснить просто совпадением. Вот эти ступенчатые антенны. Это антенны современные. Вот это современное устройство. Но это то, что я вижу на Махавихаре. Вот различные виды резонаторов. Магнетроны могут быть так. Вот это линии задержки. И много чего еще есть. Но круто. Энергия классная. И реально все еще немножко работает. Это резонатор. Реально. Очень интересная. И очень плотная энергия там. Местные достали реально. Потому звук убирал. Шумные. Селфи. Таратари. Таратари. Таратари вау. И возьми, возьми. Селфи, ебать. Пистоф. То лоукал, селфи. Моих селфи выкладяйся. Просто ну... Реально достали. Шамуша. А, окей. Пистоф. 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 Потому что это как вот в вилке. В камертоне. Подстроечный резонатор. Вот внизу стоит резонатор такой прямоугольный. Здесь вот такие резонаторы. Прямоугольные устройства на всех волноводах везде. Это резонаторы. Все было на вибрациях. Все было на звуке. Чуть позже сделаю обобщающее видео по звуку. Как только руки дойдут. Но мне уже интересно и уже многое понятно. Это цемент. Забыли. Бетон. А вот это вот оригинальные камни, которые там были. И они все повреждены. Что могло? Кроме взрыва я не знаю, что могло повредить все это. И как это все вырезали вручную, если верить. Официалам. Какой нахрен токен? Пойдем дальше. Исучать. Площадь и местность. Не ходите туда одни, беспровожатки. Если никто не будет от вас отгонять местных, с желанием поговорить, то хрен вы что увидите. Крик души закончен, но давайте вернемся к нашим исследованиям. Я погулял по площади, но чтобы не тратить ваше время, я сократил. Вот я подошел к той стене, которая по периметру. четко квадратора. Большая рамочная антенна. Это рамочная антенна. И как это называется? Неважно. Но есть такие антенны прямоугольные. А у них тоже есть свои свойства. Постараюсь ссылочку дать. Если не получится, поизучайте сами. Но то, что это антенна с такими резонаторами, ячейками, это очевидно. Вот тут в углу краеугольный камень, как и везде. Они идут на глубину. Большие. Тяжелые. Это не может быть совпадением. Это не лавочки. Вот одни встроены внутрь. И тут какие-то ячейки. Вряд ли это ворота. Тут тоже что-то было. Потому что это четко по центру. Там идет волновод, как мы видели, по которому я пришел. Так же, как вот такие аллеи, они и в Египте мы видим. В пирамидах. Это волноводы горизонтальные. Есть такой тип волны. Есть аж 10 вертикально, а есть горизонтальные волны. И тут, видимо, передавали все, основываясь на горизонтальных волнах. И вот потом туда это все в центр направляли с периметра. 29, 10, 11, 12, 12, 12, 12 камешков. Почему 12, разберемся. Хороший вопрос. Пойдемте в ту сторону. Ну вот хотелось бы поразбираться. Сейчас быстренько мы пробежимся по периметру, а потом еще раз уделим внимание технической части. Огромное количество ниш, так называемых. Огромное количество кирпича. Это все еще утоплено. Верх, видимо, снесен взрывом. Но вот эти основания остались как срезаны. И иногда вот такие площадки, которые стоят как на, не знаю сказать, на тонких ножках. И тут тоже такие треугольные волноводы, что ли. Резонаторы. Ступенчатые волноводы. Я не знаю, как это назвать. Есть куча технических названий. Не хочу даже загружать вас всем этим. Тоже молились, что ли? Да? Скажи, что молились. Супрейн. Ну вот другого варианта нет. Давайте быстренько пробежимся, чтобы посмотрели. Если кто хочет, может поставить на уменьшенную скорость просмотра. Но картины одинаковые. Толщина 3 метра. Затем ячейка идет 5 метров. Затем еще в какой-то второй слой. То есть количество кирпича на все это не подается подсчету. Я не знаю, это миллионы тонн, десятки миллионов тонн. Но сегодня вот такое вряд ли кто может себе позволить. И вот такое. Иногда. Как подсрочные камни. Вот напротив прям. Как резонаторы некоторые. Единственное место, где ступеньки увидел. Ну вот для чего это все? Почему такая конструкция? Если есть какой-то радиоинженер. Потому что радиоволны прекрасно распространяются в кирпиче. Как и вибрации тоже. А вибрации наполняют пространство фирм. Это факт. Покажу в следующем видео про звук. То есть как-то это все с какой-то энергией работало. Не переменка. Нам в голову убили, что вода это то, что в бутылке. А то, что с неба падает, это не вода. То есть энергия в розетке и все. Ну это чушь. А это для какой молитвы? Какому богу вот этот камень? Ну, немножко побогохульствовали и пошли дальше. Вот эти конструкции напоминают мне линии задержки. Как мы видим во многих разных местах. Вот нечто такое. Это части какого-то устройства. Потому что это единственная ассоциация, которая у меня возникает. Вот это Анкарбат в Камбодже. Одинаково. Все везде одинаково. Один и тот же принцип. Объяснить религиозными какими-то причинами глупостью невозможно. Технически вот эту плиту невозможно сейчас сделать без станков. Говорить, что вручную это было сделано, непонятно. Ну, глупо. Как это было сделано, непонятно. Зачем вот эти все разные части? Есть круглые, есть звездообразные. Чуть позже остановимся на разборе этого. И вот именно в центре вот таких конструкций, может быть, мне кажется, но там есть определенная такая, как вот ватная энергия, как будто ты в белой вате. Два шага в сторону буквально, и этого уже нет. Именно в центре. То есть там что-то было, стояло, мне кажется. И как-то это все работало с разными энергиями, на разных частотах. Если кто-то может видеть, пишите в комментарии, просканировать, что это было, как это все работало. Вот еще один интересный момент. Из центрального идет некая связь, некий волновод тоже такой, как скобы, к периметру. То есть как-то из центра вибрации передавались на контур. Для подстройки, для управления. Да не для воды же. Это из такого же черного камня. Сейчас это не сделать. И вот опять линии задержки. Маленькие, большие. Но это плата. Что хотите, думайте. Квадратики отдельные. И колодец, естественно, для воды. Конечно, чаще всего он без воды. Но оттуда какие-то вибрации тоже получались. Потому что такие колодцы по всему миру. Над ними еще иногда стоят конструкции. Иногда их продлевают вверх. И делают из кирпича. Так называемые водонапорные башни тоже. Иногда это просто трубы в никуда. Но такое часто бывает. И вот как в Кут Минари в Индии. Тоже такие вот. В Кут Минари, да. Вот это большой минари, это с железным столбом. Там рядом железный столб стоит. Тоже такая же штука. Такая же конструкция. Если кто забыл, сейчас чуть позже покажу. Вот такая звездочная конструкция. Она излучает вовне. Она работает с энергией, с перенаправлением этих энергий. Сравните сами. Вот так это выглядит на Махавихаре. Эти же излучатели. И вот такая же конструкция в основании. Такая же форма в срезе в Индии на Кут Минари. Ну, это близко, в общем-то. Какие-то тысячи километров примерно. Не важно. Два лаптя по карте. Важен, что сам факт, что технология одинаковая. Одинаковые, в принципе, материалы. И одинаковая непонятная нам пока цель. Хотя все минареты – это сканеры радиации в околоземном пространстве. И об этом будет новое видео, как всегда, с научным объяснением. Это моя фишка. Я люблю это делать. Не просто фантазировать, а хоть как-то чем-то подтверждать. А на сегодня достаточно. Промбор движемся. Вот мы уже почти вернулись в то место, откуда пришли. И всего хорошего, добра, до новых встреч. И пишите все, что вы думаете, все ваши версии и теории в комментариях. Это нужно, потому что коллективный разум есть не только у нашего врага, но и у нас. И он нам помогает. Пока.